Сейчас рассмотрим, как назначить несколько материалов на один объект. Всем привет! С вами Денис Кожер. На своем канале я делюсь секретами и фишками компьютерной графики, а также делаю подробные уроки, в которых по шагам показываю, как дойти до результата. Если ты впервые здесь, подпишись на канал и жми колокольчик, чтобы ничего не пропустить. После того, как вы выбрали объект, на который хотите назначить материалы, переходим на вот этот свиток Material Properties. И здесь нужно понять две вещи. Первое. У нас есть для каждого объекта свои слоты под материалы. Сейчас я могу нажать минус, и тогда здесь вообще никаких слотов не будет. Нажимая плюс вот здесь, мы добавляем новый слот материалов. И так мы можем это делать столько, сколько нам это потребуется. Дальше, выбрав какой-то определенный слот, мы должны добавить туда материал. Если у нас уже существуют какие-то материалы, мы можем выбрать здесь их из списка, либо мы можем создать новый, дать ему имя, например, материал 01. Сюда создать еще один какой-нибудь материал и выбрать либо тот же самый, либо, если вы захотите сделать его уникальным и изменить какие-то настройки, нажимайте на вот эту цифру, которая отображает, сколько объектов имеет этот материал. Нажимаете сюда, он создаст дополнительную цифру, чтобы дать уникальное имя. И здесь вы можете, например, переименовать на 02. И здесь мы можем создать еще какой-то материал, пускай это будет материал 03. Хорошо, мы их создали. Мы можем дать им разные цвета, пускай это будет какой-нибудь вот такой. Затем это может быть более фиолетовый и какой-нибудь такой темно-синий. Вот здесь они отображаются, вы также можете увидеть на превью, как они выглядят, но на объекте их почему-то до сих пор нет. Дело в том, что нам их нужно назначить на этот объект, точнее, определить области, на которых будут эти материалы. По умолчанию идет первый материал. И да, вы можете менять вот эти слоты местами, если вам это вдруг потребуется. Например, слева ортографический. И я на время изолирую этот объект. Нажав слэш на нампаде, выберу какие-то полигоны, которыми я хочу назначить данный материал. И в данном случае первый материал у меня уже назначат, поэтому я инвертирую выделение, нажав Ctrl-I, выберу второй материал и нажму Assign. И вы видите, как только я нажал Assign, я назначил этот материал, и он начал отображаться здесь. Дальше я могу выбрать какую-нибудь вот эту часть, выбрать третий материал и тоже нажать Assign. И мы тоже его назначим сюда. Хорошо, на рендере он у нас отображается. А как сделать так, чтобы этот материал отображался еще и в видовом окне, чтобы мы могли понимать, что на этом объекте несколько материалов. Мы можем перейти сюда вниз. Чтобы было удобнее, можно скрыть все вот эти вкладки, открыть Viewport Display, взять пяткой вот этот цвет, например, вот отсюда, либо самим вручную его назначить. Поскольку я его назначал в режиме отображения непрозрачным, поэтому на задней части он не назначился, но идею, я думаю, вы поняли. То же самое я могу сделать здесь, дать вот этот фиолетовый какой-то оттенок, здесь вот этот зеленоватый. И я думаю, что вы поняли основную идею. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Не забывайте о том, что ваши комментарии мотивируют на создание новых видео. До встречи. Пока.